Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова в эфире телеканала «Союз» и на часах четверть девятого по местному времени. Это означает, что настало время нашей утренней программы. И у меня есть для вас информация о двух событиях – хорошем и плохом. С какого начать? Пожалуй, начнем с хорошего. Сегодня 215-я годовщина со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие друзья, в январе этого года мы уже назначали вам свидание возле памятника Александру Сергеевичу Пушкину в Екатеринбурге. Это было в день кончины поэта. А сегодня по случаю дня рождения Александра Сергеевича Пушкина мы снова встречаемся с вами на том же месте. Для того, чтобы провести наш традиционный уличный опрос. Сегодня мы попросим прохожих почитать свои любимые пушкинские стихи, а также спросим, как звали знаменитого прадеда Александра Сергеевича Пушкина. 6 июня исполнится 215 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. У вас есть какие-нибудь любимые пушкинские строки? Мороз, солнце, день чудесный, а как же? Конечно, если всех они есть, каждый человек, я думаю, знает хотя бы пару строчек стихозрений этого поэта. Можно еще вопрос. А как звали знаменитого прадеда Александра Сергеевича Пушкина? Там была очень романтичная история. Мне сейчас стыдно, наверное, должно встать. К сожалению, не смогу ответить на этот вопрос. Пушкинские строки. Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты. Такое мгновенное видение, как гений чистой красоты. Много Пушкина из школьной программы во всяком случае вспоминается честно. Великий. Спасибо огромное. Если можно, еще один вопрос. Как звали знаменитого прадеда Александра Сергеевича Пушкина? Гзеба, конечно. Ганниба. Новая пора, чьи очарования. Привет у меня твоя прощательная краса. Люблю я обычную природу. Увидание. Багрица, золото, одета ириса. Спасибо огромное. И если можно, еще вопрос. То у Александра Сергеевича был знаменитый прадед. Как его звали? Ганниба. Александр Петрович. Другой позабываю. У лукоморья дуб зеленый. Платается это надубитом? Ну нет, это я просто другое вспомнил еще. Ну сказка о царе Салтане. Сразу и не вспомнил. Давайте сказку о царе Салтане вспомним. Три девицы под окном. Реально поздно ведь я помню. Говорит одна девица. Если бы я была царица, я бы для батюшки царя. Родила бы готыря. Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты. Как мимолетное ведение. Как день чистой красоты. Спасибо огромное. Если можно еще вопрос. У Александра Сергеевича был знаменитый прадед. Как его звали? Ганнибал. А помните, там была такая очень романтичная история? Не помню. У меня есть такое несколько озорное его стихотворение. С утра садимся в телегу. У меня до головы сломает. И провожая сону в негу, кричит, пошел. И тогда я много пучек. Ну, хватит. Скажите, пожалуйста, вы помните, как звали прадеда Александра Сергеевича Кошкина? И что там вообще была за история такая интересная, даже романтическая история? Что не помню. Я помню, что это был Донидан. Но это было материнское время. А в чем история? То, что Петр Первый его выписал из Эфиопии. Выкупил из рабства. Воспитал. И он, вовсе, дед был поддан им Россией. И сделал довольно много хороших благих дел на пользу Отечества. Странное для России имя Ганнибал. Не правда ли? На самом деле это фамилия прадеда Александра Сергеевича Пушкина по материнской линии. Его звали Абрам или Ибрагим Петрович Ганнибал. Еще он известен как араб Петра Великого. Чаще всего арабами называли негров и иностранцев с Востока. Наш герой был родом из Эфиопии. А в Россию попал еще ребенком в результате похищения. Первоначально Ганнибал стал слугой и воспитанником Петра Первого. А потом военным инженером и генералом. Вот что сам Пушкин писал о своем прадеде. В числе молодых людей, отправленных Петром Великим в чужие края для приобретения сведений, необходимых государству преобразованному, находился его крестник, араб Ибрагим. Он обучался в Парижском военном училище, выпущен был капитаном артиллерии, отличился в Испанской войне и тяжело раненый возвратился в Париж. Император посреди обширных своих трудов не переставал осведомляться о своем любимце и всегда получал лестные отзывы насчет его успехов и поведения. Петр был очень им доволен и неоднократно звал его в России, но Ибрагим не торопился. Он отговаривался различными предлогами, то рануя, то желанием усовершенствовать свои познания, то недостатком в деньгах. И Петр снисходительствовал его просьбам, просил позаботиться о своем здоровье, благодарил за ревность к учению и крайне бережливый в собственных своих расходах, не жалел для него своей казны, присовокупляя к червонцам отеческие советы и предостерегательные наставления. Появление Ибрагима, его наружность, образованность и природный ум возбудили в Париже всеобщее внимание. Все дамы желали видеть его у себя и ловили его на перехват. Реген приглашал его не раз на свои веселые вечера. Он присутствовал на ужинах, не пропускал ни одного бала, ни одного праздника, ни одного первого представления и предавался общему вихрю со всей пылкостью своих лет и своей породы. Но мысль променять это рассеяние, эти блестящие забавы на суровую простоту петербургского двора не одна ужасала Ибрагима. Другие сильнейшие узы привязывали его к Парижу. Молодой африканец любил. Это фрагмент повести о раб Петра Великого, по мотивам которой в 1976 году был снят фильм «Сказ про то, как царь Петр о рабы женил». Роль Ганнибала сыграл Владимир Высоцкий, добавлю еще, что прабабушкой Пушкиной является вторая супруга Абрама Ганнибала Христина Шеберг. Но вернемся к сегодняшней дате, дню рождения Александра Сергеевича Пушкина. Как я уже говорил, 215 лет прошло с тех пор, как на свет появился великий поэт. Как правило, ко дню рождения во многих городах и странах, где Пушкина чтят и помнят, устраиваются тематические творческие встречи, концерты и поэтические марафоны. Совершаются также и панихиды по рабу Божию Александру. Но теперь поговорим о плохом. В результате сильнейших ливней 30 мая этого года из берегов вышли крупные реки Алтайского края Республики Алтай и Хакасии. Как отмечают в МЧС, сейчас ситуация стабилизируется, уровень воды во всех реках снижается, однако в зоне бедствия остаются тысячи человек. На сайте patriarchy.ru размещены послания Святейшего Патриарха Кирилла в связи с наводнением на Горном Алтае. Я цитирую. С болью в сердце воспринял известие о разрушительном наводнении, унившем жизни людей, оставившем без крова и средств к существованию многих жителей, причинившем значительный урон инфраструктуре края, отмечается в патриаршем послании губернатору края. Прошу передать близким погибших слова моего сострадания и искреннего сочувствия. В эти тяжелые дни люди, потерявшие своих родных, несомненно, нуждаются в заботе и поддержке, внимании и человеческом участии. «Верю, что, объединив усилия, государство, церковь и общество помогут жителям края с мужеством и терпением перенести выпавшее на их долю испытание и в скором времени вернуться к нормальной жизни», — заявил Святейший Патриарх Кирилл. Святейший Владыка выразил надежду на то, что духовенство и волонтеры Горноалтайской епархии сделают все возможное, дабы помочь людям пережить боль невосполнимых утрат. Для оценки ситуации на месте и организации помощи пострадавшим 2 июня в Горноалтайск вылетели сотрудники Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению. Ну а теперь предлагаю вашему вниманию обращение епископа Барнаульского и Алтайского Сергия в связи с наводнением. Всечестные отцы, дорогие братья и сестры, в связи с необычайно сильным паводком подверглись затоплению значительные территории южных предгорных районов Алтайского края. В результате многие жители, расположенных там сел и иных поселений, оказались в тяжелой ситуации, лишившись из-за наводнения возможности продолжать спокойную жизнь в своих уже теперь затопленных домах и утратив частично или полностью свое имущество. К сожалению, есть и человеческие жертвы. Усматривая в случившемся действии непостижимого для разума человеческого промысла Божия, призывая вас, возлюбленные, к усердной молитве ко Господу о скором прекращении этого природного бедствия, укреплении в надежде, терпении и телесном здравии пострадавших и блаженному покоении погибших. Постараемся явить нашу веру и любовь к ближним в конкретных добрых делах, оказав помощь пострадавшим вещами или денежными средствами. Да благословит и укрепит Господи тех, кто, исполняя свой профессиональный долг, находится сейчас в пострадавших от наводнения районах и трудится, противостоя разбушевавшейся стихии, или же оказывая различную помощь местному населению. Нельзя быть, братья и сестры, безразличными к скорби и нуждам наших ближних, но, как подобает христианам, поспешим оказать им молитвенную и иную необходимую помощь. Как сообщает официальный сайт Барнаульской епархии, священники и прихожане алтайских храмов организовали сбор помощи пострадавшим от наводнения. Во всех храмах и монастырях епархии по распоряжению владыки Сергия за божественной литургией и на других богослужениях возносятся молитвы об удержании дождя. Также все священнослужители не только молятся о пострадавших наводнения, но и оказывают им посильную помощь. Просим и ваших молитв, уважаемые зрители. Время программы «Четверть часа» подошло к концу. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok